Вчера Джон Керби сказал, что бразильский президент вторил российской и китайской пропаганде, когда он сказал, что вообще-то Соединенные Штаты ответственны за конфликт на Украине. И некие чиновники кулуарно говорили о том, что Бразилия пытается помочь России в этом конфликте. И у меня два вопроса. Считает ли Белый Дом, что сказанное Лулой, нивелирует его попытку добиться перемирия? Он хотел создать группу нейтральных стран. И также второй вопрос. Будут ли для Бразилии какие-либо дипломатические последствия? От США? Да. Вот что я скажу. Пару моментов, которые я хочу по этому поводу отметить. США, как вы уже много раз слышали, не имеют никаких претензий к странам, которые пытаются закончить конфликт России против Украины. Конфликт, который они начали против Украины. Они сами этого захотели. Очевидно, что я говорю про Россию. Но мы... мы были поражены. На ваш вопрос о сказанном, мы были поражены тоном вчерашней пресс-конференции министра иностранных дел. И этот тон не был нейтральным. Предположение, что Соединенные Штаты и Европа не заинтересованы в мире, или что мы тоже ответственны за конфликт, мы считаем, и это так и есть, что оно, очевидно, неверное. Конечно же, мы хотим, чтобы эти военные действия закончились. Конечно же. Мы поддерживаем призыв президента Зеленского закончить уже этот развязанный Россией конфликт. Вообще-то, Соединенные Штаты и Евросоюз активно воздействовали на Путина, чтобы предотвратить военные действия. По крайней мере, еще с середины 2021-го эти попытки не прекращаются с самого начала военных действий. К сожалению, Россия не показала заинтересованности в прекращении своего неспровоцированного вторжения. Мы продолжаем сотрудничать с нашими союзниками, и за прошедший год вы неоднократно видели, как президент это делает. А также наши союзники и партнеры помогают Украине защищать себя против российской агрессии, поддерживая предложения Украины о справедливом и постоянном мире, которые соответствуют уставу ООН и принципам суверенитета и территориальной целостности. Так как не забывайте, что это украинский суверенитет и территориальная целостность, куда Россия вторглась. И еще раз. Мы услышали, что-то он не был нейтральным. И это неправда. И мы продолжим опровергать это, как вы вчера и слышали от адмирала Керби. У меня еще один вопрос. А президент Байден в курсе всего этого? И возвращаясь к последствиям, видите ли вы какие-либо последствия для Бразилии дипломатически или... А послушайте, я не говорю за президента. Я полагаю, что он в курсе этого. И еще раз. Бразилия – это суверенная страна. И они сами принимают свои решения. И на этом все. И знаете, еще раз я скажу, что... Знаете, я скажу вот что. Мы уверены в надежности отношений между США и Бразилией. И даже если мы и не согласны кое с чем, что говорит президент Лула, мы все еще уверены в крепкости этих отношений. Еще один короткий по Мексике, так как президент Мексики только что обвинил Пентагон в шпионаже против его страны. Есть комментарии по этому? Я об этом не слышала. Это вот только что произошло? Я не слышала еще об этом и не могу это пока комментировать. Субтитры сделал DimaTorzok